Ведение семейного бюджета – это настоящее искусство, которое не всем подвластно. Не знаете, как правильно распоряжаться деньгами? Наша программа поможет вам. В этом выпуске мы расскажем, как экономить на продуктах питания не в ущерб качеству. Только лучшие советы и рекомендации не пропустите. Мы провели специальный опрос и поинтересовались у казахстанцев, экономят ли они на продуктах питания и где предпочитают совершать покупки. Молочные сейчас лавки есть, поэтому закупаемся там. А остальная продукция, ну опять же, в зависимости, очень удобно стала покупать именно в супермаркетах. Ну как получится, так и покупаем. А где найдется, так и покупаем. Ориентируешься, где удобнее, где качественнее, где цены получше. На базар едешь за конкретными продуктами. Мы закупаемся в супермаркетах, делаем список мы, и просто каждые две недели. Где вы покупаете продукты? На базаре или в супермаркетах? Базар исключено от этого супермаркета. Там есть периоды, когда они, как называется, скидку делают. Берем оттуда вот брошюрку, смотрим, и тут скидки более-менее нормальные в этом магазине. А базар же там, даже в этом супермаркете цены на овощи, фрукты дешевле, чем там, на базаре. Мы мясо не купим, мы сами баран режем. Расходы на покупку продуктов питания отнимают до 50% семейного бюджета. Если подойти к этому процессу рационально, можно сэкономить до 20% заработанных средств. Чтобы в бюджете семье оставали деньги, нужно придерживаться несложных правил. Отправляясь в магазин, берите заранее подготовленный список, чтобы не покупать ненужные продукты и не забыть то, что необходимо. А еще лучше составить список покупок на месяц. Это не такая уж непосильная задача. План составляется не от случая к случаю, что будет куплено, что будет приготовлено. План составляется на неделю, на месяц. И тогда, делая закупки в одном месте, в больших объемах, значит, однократно, вы уже работаете на целое меню. Планировать нужно с большим горизонтом. Оптовые покупки не стоит делать в мелких магазинах рядом с домом. Там большая наценка на товар. Ежедневно используемые продукты – растительное масло, чай, кофе, макароны – стоит покупать оптом. Еще знатоки семейной экономики говорят, что дешевле всего покупать в будний день вечером. Для того, чтобы сэкономить при покупке продуктов, рекомендуется совершать раз в неделю основательный поход по магазинам. Желательно изучить ассортимент нескольких супермаркетов. В каком-то один товар стоит дешевле, чем в другом. В магазине держите под рукой калькулятор. Не бойтесь показаться зануды. Пора познакомиться с новым словом – даунсайзинг. Означает оно уменьшение веса или объема продукта в упаковке без изменения цены. Надо смотреть, не доверять, подсчитывать, достать листок бумаги, подсчитать на калькуляторе, посмотреть штрих-код, он соответствует товарам, объявленным со скидкой или нет. Как советуют эксперты, сыпучие товары, конфеты, печенье, сладости и крупы лучше покупать на развес. Так вы не будете переплачивать за упаковку. Это позволит сэкономить до 20% стоимости. Овощи и фрукты покупать мы все равно не перестанем, поэтому предпочтения надо отдавать сезонным. А теперь подумайте, возможно, какие-то продукты можно заменить более дешевыми. Как ни банально, но зачастую не слишком красиво оформленные продукты отечественного производства стоят вдвое дешевле импортных аналогов. И еще покупайте целую курицу, а не ее части. Также можно иногда заменять мясо субпродуктами. Например, говяжье сердце гораздо дешевле обычного мяса, а стоит раза в два, а то и в три дешевле. А от полуфабрикатов лучше отказаться. Домашние пельмени качественнее и дешевле покупных, да и гораздо вкуснее. Обратите внимание на аукционный товар. Крупные магазины регулярно проводят акции на определенные группы товаров. То есть эти акции, я не говорю все, но в большинстве случаев надо относиться к ним с очень большой осторожностью. И еще раз перепроверить, в чем тут дело. Не так давно психологи установили, что чаще всего покупки совершаются не по заранее составленному перечню, а импульсивно, по принципу «пришел, увидел, купил». Исследования показывают, что твердо запланированных покупок всего 30%. 10 – альтернативные покупки и 60 – импульсивные. Дело в том, что на спонтанные покупки тратится больше всего денег, вот если потом мы приезжаем домой, начинаем разбирать пакеты, оказывается, что на спонтанные покупки потрачено больше денег, даже чем планировалось потратить на основное что-то. Поэтому мы всегда стараемся идти со списком. Следующий момент – не надо ходить в магазин голодным. Это вот мы на себе прочувствовали очень сильно, потому что, когда мы только научались планированию бюджета, потому что это правда навык, его надо развивать. Когда мы научались планировать наш бюджет, очень часто мы ходили в магазин сразу после работы, естественно, голодные, уставшие и, что называется, сметали с пола все. Прогуливаясь по рядам крупных продуктовых магазинов, мы, как правило, не замечаем точности, с которой их работники выставляют на прилавки те или иные товары. Это искусство мерчандайзинга или особая техника выкладывания товаров на полках магазинов, благодаря которой покупатели, приходя за конкретной покупкой, дополнительно потратятся на нечто незапланированное. Старое правило – товар должен стоять лицом к покупателю. В мерчандайзинге действуют как никогда актуально. Так, покупая мясо, где-то поблизости, скорее всего, обнаружите стенд со специями или соусами. А товары с уже истекающим сроком годности оказываются на виду, а те, срок годности которых еще велик, прячутся в глубине полки. Другая проблема – все техники в некотором смысле навязывают нам некоторые покупки. Например, более дорогие рекламируемые товары занимают самые видные позиции, и покупатель обычно не тратит много времени на поиск чего-то другого. Так в его корзине оказывается наиболее дорогой товар, таким образом увеличивая средний чек покупателя. И еще обратите внимание на прикассовую зону. Находиться в ней более двух минут опасно для кошелька. Здесь располагаются всякие шоколадные батончики, сувениры, пакеты, яркие безделушки, жевательные резинки. То есть товары, которые никогда не заносятся в список покупок. Согласно правилам мерчандайзинга, их обычно кидают в тележку под влиянием эмоций. По данным ООН, ежегодно во всем мире примерно 2 миллиарда тонн продуктов пропадает. Из-за плохого хранения и транспортировки, строгих сроков годности, перепроизводства, а также из-за маркетологов, которые побуждают людей покупать больше продуктов, чем нужно. Поэтому каждые 2 дня проводите инвентаризацию вашего холодильника, чтобы убедиться, что вы не забыли о каких-то продуктах. Посмотрите, что у вас есть в наличии, прежде чем идти в магазин за покупками. И еще несколько полезных советов от нашей программы. Не берите в магазин детей. Любой ребенок заставит вас в добровольно-принудительном порядке купить ему что-то. Перед походом в магазин определите сумму, которую вы согласны потратить. Возьмите только эти деньги. В большом супермаркете откажитесь от крупногабаритной тележки. Возьмите корзину или пакет. Перед кассой еще раз посмотрите на то, что у вас в корзине. Выложите все, что не собирались покупать. Проверьте по чеку, правильно ли продавец выбил покупки. Нет ли там товара не по той цене, которая была указана в торговом зале. Расплачивайтесь наличными, а не банковской карты. Тратить виртуальные деньги значительно проще, чем расставаться с реальными. И не забывайте, деньги любят счет. Будьте всегда в прибыли. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА